Я считаю, что то, что мы работали по сути дела все годы перехода от одной формации к другой над вступлением в ВТО, Естественно, процесс непростой. Естественно, процесс этот, если говорить о его влиянии на различные отрасли хозяйства Российской Федерации, имеет разное значение. Для одних это положительный процесс, для других не очень положительный, а для третьих, вообще говоря, отрицательный. Естественно, мы понимаем, что конкуренция в части отраслей не пойдет нам на пользу. Ну, надо понимать, что вот, скажем, мы говорим сейчас по селу, говорим по рынку сбыта зерна. Да, у нас на сегодня с точки зрения развития животноводства оно не сильно развито, и мы прекрасно понимаем, что вот был урожай в прошлом году, да. Ну, в какое-то время мы на вывод зерна запрещали, потому что позапрошлом году урожая не было. Но сейчас, вот, скажем, в текущем году, если мы получим хороший урожай, станет вопрос, каким образом поставлять зерно. Да, на сегодняшний день, наверное, с точки зрения себестоимости зерна, мы, может быть, конкурентоспособны, но конкурентоспособность за счет чего? За счет того, что у нас зарплата очень низкая в селе. Если ее повысить на уровень, скажем, европейский, то, конечно, конкурентоспособность будет, с конкурентоспособностью будет тяжело. Но я вспоминаю вот такой разговор, который был где-то в начале 2000-х годов. Я был в составе делегации Думы в Китайской Народной Республике, мы встречались с Зянь-Заминьем, и они тогда только-только вступили в ВТО, и с нашей стороны был вопрос. Вот как вы считаете, вы конкурентоспособны с точки зрения сельского хозяйства с американским сельским хозяйством? Конечно, я понимаю, что, наверное, на сегодняшний день неконкурентоспособны. С точки зрения оснащенности сельское хозяйство Америки, оно может быть на две, на три головы выше и так далее. Но была такая фраза. Я, говорит, понимаю следующее, что в мире постоянно идет война. Она носит экономический характер или какой-то другой. Но если мы или мой народ не в состоянии будет оказывать достаточно серьезную конкуренцию и не будет в этой борьбе побеждать, то в конечном счете для народа это будет очень плохо. Поэтому я понимаю, что, на самом деле, и еще раз повторяю, для части отраслей российской экономики это будет непростой период. Но, тем не менее, для части отраслей, скажем, энергетического комплекса и так далее, это будет хорошо. Что касается европейского рынка, мы тоже понимаем, что у них свои проблемы. Мы видим, каким образом сегодня эти проблемы нарастают. Мы видим, что непросто они сегодня их решают. И мы прекрасно тоже понимаем, что европейский рынок для нас в конечном счете будет сокращаться, потому что страны БРИК, другие страны, они сегодня развиваются более активно. Но Европа тоже должна делать соответствующие выводы. И какие это будут выводы, каким образом мы сформируем свои проблемы и вместе с ними попытаемся эти проблемы разрешать, это будет во многом зависеть от того, как мы будем контактить. ВТО, все-таки организация, которая, наверное, контролируется в большей мере Соединенными Штатами, мне так кажется. И, ну, конечно, открываться надо. Мы вынуждены открываться. Я согласен с Сергеем Александровичем, надо уметь конкурировать. Но конкуренция требует на сегодняшний день и больших затрат, и соответствующие экономической обстановке внутри страны. Наверное, эти моменты мы должны уметь создавать. Уметь создавать в том себе защиту. Потому что, ну, даже с точки зрения образования, я вот хотел бы сказать, как бы ни было, мы сегодня наше образование критикуем. Ну, придут к нам завтра, скажем, другие университеты. Они уже есть в какой-то части. Насколько мы окажемся конкурентоспособными? Ну, сложно сказать, почему. Потому что ведь сегодня конкуренция в образовательной среде, она зависит прежде всего от зарплаты персонала. Так, потому что, ну, в образовании, скажем, экономическое образование, это что? Да, какая-то инфраструктура, условно говоря, там компьютеры, программное обеспечение, еще что-то. Но прежде всего это человек, это преподаватель, который внесет в себе, как бы, вот. И я так понимаю, что сегодня у иностранного университета сформировать или выбрать себе преподавателя возможностей гораздо больше, с точки зрения материальной, чем, скажем, у меня. Мы, еще раз повторяю, должны для себя понимать, где мы, как мы, и в этих условиях все-таки научиться, даже если у нас что-то меньше, скажем, зарплата меньше, мы должны научиться все-таки защищать себя. Если мы не, вот, тоже в рамках ВТО не научимся защищать, как и в сельском хозяйстве, свои возможности в плане развития и переработки, я думаю, что это будет очень плохо для страны. И, с другой стороны, ВТО как бы ни было. И страны ЕС я не хотел бы критиковать, но ведь мы видим, каким образом поступили с восточными странами, с восточными европейскими. То есть, по сути дела, многие отрасли экономики в этих странах перестали существовать. И Греция сегодня проваливается не только потому, что вот там народ плохо работает, но многие отрасли промышленности Греции, они, в общем-то, после вхождения Греции в ЕС перестали, ну, скажем так, работать. Да, и это же касается и Чехии, и Болгарии, и так далее, и тому подобное. Поэтому мы должны понимать, что если мы, на самом деле, вот, с одной стороны, все-таки не обеспечим приоритет в развитии, даже, может быть, не совсем высокотехнологичных отраслей на какое-то время, ну, для нас это тоже может обернуться бедой. И нас, переговорщики, вот, на сегодняшний день заверяют, что все-таки мы для себя некоторые моменты выторговали. Насколько это реально, ну, наверное, в ближайшее время мы посмотрим. Был кризис, наверное, вот те механизмы, которые есть сейчас и в странах Западной Европы, и у нас, они требуют своего совершенствования. И, несомненно, каждый кризис, он случается в связи с тем, что какие-то механизмы, которые есть в экономической системе, они не срабатывают. И обычно кризис подводили к тому, что люди в рамках этого строя находили другие механизмы, которые развивали этот строй не хуже, чем, скажем, был у нас до 90-го года. Поэтому, ну что, ну есть, ну есть кризис, есть кризис экономической теории. Все мы это прекрасно понимаем, все ищем, все занимаемся поиском того, каким образом это поправит.